всем привет ну в общем то в сети очень большое количество вопросов касаемо спиннингов начиная там от создания заканчиваем применением очень много новичков поэтому начинаем и новую скажем так серию это будет спиннинговый ликбез в нем я как разработчик буду отвечать на те вопросы которые вижу читаю мне задают ну как бы попытаюсь максимально кратко по возможности емко сказать вам чего почем и как именно в этой вот спиннинговой теме надеюсь вам понравится поехали пойдем посмотрим спиннинги и первая наша тема это классическая тема которая у всех начинающих а не только почему так дорого из чего собственно говоря состоит спиннинг в плане ценообразования и где можно сэкономить а где наверное не нужно пошли и так вот они спиннинги их много их очень много и они очень сильно разные так вот как же у нас получается собственно говоря цена за этот спинник ну начнем с самого важного в любом спиннинге это бланк что такое бланк а это собственно говоря вот все то что без колец без держака без кевы то есть банально самый-самый вот простая скажем так графитовая палка чем отличается отличается самое главное в материалах то есть у нас есть материалы которые произведены конечные припрыги именно в китае в корее и в японии есть еще американские но там я небольшой спец я задрогать просто даже не буду вообще вот значит китайские припрыги припрыг на всякий случай кто не в курсе это именно графит уложенный рядом с друг с другом и пропитанный пакет вот это вот то из чего реально делать спиннинг как бы на каналах есть во многих местах информация как спине делаются можно посмотреть весь технологический процесс останавливаться не буду найдете если захотите а что важно в плане понимания цены для в том что самый дорогой припрыг от японский на втором месте значительно дешевле это корейский ну и соответственно самый-самый бюджетный это китайский его и распаривать тоже не буду потому что ничего хорошего сделать в принципе невозможно скажем так по градации припрыгом есть довольно простой качественный корейц есть скажем так высокий корейц это там где связующего минимум модуль достаточно высокий есть среднего класса японец именно японский припрыг есть высококласска японский припрыг вот скажем так цена именно бланка очень сильно зависит от материала но как бы вы не думали что это вот самое самое дорогостоящий нет на самом деле сам материал по себе обработка материалов принципе не сильно дорогая и разница в цене материала не очень большая очень большой роль играет руки которые это будут делать то есть это называется labor cost то есть те кто значит тот же бланк который делается в японии и тот же бланк который делается в китае даже если мы гипотетически предположим что это один тот же материал на самом деле будет стоить примерно в полтора раза японский дороже именно потому что зарплаты аренды машинерия и прочее прочее требует убивать денег вот это пункт 1 пункт 2 по материалам как я уже сказал разница в принципе небольшая но чтобы вы понимали розничная цена хорошего уверенного бланка но если там не задирать концы и прочее колеблется в районе там от 5 до 10 тысяч рублей это хороший и дорогой дешевый бюджетный бланк сделан в китае ну скажем так если он стоит тысячу в розничном магазине это очень-очень хорошо то есть на самом деле цена спиннинга это не бланк что же такое цена спиннинга в первую очередь и самое большое это процесс сборки но к ним еще вернемся чуть попозже а сейчас мы поговорим о кольцах значит если там еще буквально 10-12 лет назад все говорили кольца только fuji там лучшие варианты прочее прочее забудьте на самом деле в нынешней реально реальности fuji хорошо вот но уже есть куча колец которые по уровню своему не хуже но стоит значительно дешевле почему ну привет японским товарищам понятное дело как бы японцы ребята такие деньги пытаются делать из ничего включая имидж включая новые футболистые концепции с кучей 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 колец им же тоже продавать надо вот а на самом деле как бы для реального спиннингиста это не дает почти ничего вот набор колец если хорошо хороший и дорогой стоит условно говоря там примерно 70 80 долларов вот более простой набор колец который будет вполне нормально сносно работать естественно уже ничего не пилиться там и никаких проблем не создавать он будет стоить долларов 5 вот она цена очень большая разница которую мы можем получить собственно говоря банально играясь кольцами следующий момент катушка держателя ну чтобы не говорили все-таки пока fuji наверное лидер в катушка держателях и разные варианты и продуманные все хорошо но к нему уже на прямую подбираются и корейцы корейские производители и китайцы тем более поэтому сейчас как бы разница в держаках не сильно большая это может стать примерно там 10 12 долларов за совсем топовый держак со всякими наворотами типа обрезинными и и заканчивается самым дешевым там буквально за наверное там доллар полтора еще одна разница в цене ну и собственно говоря теперь возьмем самый дорогой это сбок потому что вот взяли мы спиннинг смотрим внимательно вот здесь у нас есть там намоточки есть какие-то там ручки все это все это дело надо что сделать надо собрать если приклеить ручку там поставить держак на арбор и проще и проще это не сложно это не дорого то каждую каждую намоточку производитель спиннингов считают и стоит это реально дорого то есть в японии это очень дорого в китае это сильно дешевле но в любом случае сборка спиннинга это примерно минимум процентов от 40 до 25 сборка спиннинга от цены которые вы покупаете теперь как можно играться этими ценами ну скажем так у меня вариантов больше потому что я сам разработчик я сам как бы делаю спиннинги и выбирать что я хочу поиметь но собственно говоря в первую очередь когда вы пришли в магазин смотрите на новые спиннинг обратите внимание на количество металлических деталей поясню дело в том что каждая вот это вот там гаечка шайбочка красивая фентифлюшечка вот эта вот куча намоток это все лишние деньги которые в принципе на работу спиннинга не влиять никак дизайн красота да но если мы говорим об экономической составляющей вообще чем проще спиннинг тем лучше значит тем больше в него заложено в сам бланк по себе есть варианты их достаточно много когда некоторые особенно корейцы грешат топовые спиннинги корейские в принципе все увешаны всякими там хитрыми переплетениями с золотом гравировкой лазерной и прочее прочее ребята там примерно 30 на этого спине вот в этой косметике поэтому когда мы смотрим на корейцы там ценой в 30 тысяч рублей хотя в принципе бланком относительно простой и в китае этот бланк стоит сильно дешевле да давайте понимать так эта косметика эта красота что еще влияет жадность вот тут очень важно на самом деле как бы жадность даже не наших как здесь принято всех называть торгашей там и прочее не дело в том что если вы за границей покупаете брендовый спиннинг то держатели бренда на него естественно наценивают наценивают они ну процентов от 50 до 100 могу сказать так что например мы в этом плане нежадный нацениваемые там поменьше но в чехе наши спиннинги продают там на оценка у нас примерно идет от цены российской порядка 40 процентов там дороже потому что мы держатели бренда и здесь в россии мы на этот бренд за саму стоимость как бы за сам бренд мы не нацениваем если же это привезли к нам япония америка корея неважно вот тоже понимать от 40 до 50 до 100 процентов этот только наценка на удержать ли бренда чудес не бывает это бизнес все деньги заработал а дальше начинается стандартная схема то есть пришли сюда спиннинги это средство на склада дальше опт и розницы и поэтому так вот шаг за шагом как бы или наценка и спиннинги растут цене теоретически именно поэтому например сейчас достаточно модно заказывать дорогие спиннинги напрямую например из японии почему потому что у них такая же ситуация на внутреннем рынке как у нас здесь то есть они там за свой бренд особо не наценивают и поэтому в совокупе у нас получается что заказать там спиннинги привезти его сюда в принципе будет дешевле чем купить его здесь но это не только со спиннинг отказать в принципе всего там катушек да вообще по жизни то всего касается вот поэтому на чтобы я в первую очередь обращал внимание чем менее известный раскрученный бренд там тем меньше они будут наценивать на стоимость этого бренда пункт раз пункт два чем крупнее контора которая здесь осуществляет продажи чужих брендов тем больше скорее всего у них наценки есть исключение есть скажем так там некоторые партии привозят специально продаются дешевле но тоже на это стоит вращать внимание дальше оем вот то что я говорил те кто производит товар для здесь для россии неважно где и не делают наценку на бренд внутри нашего рынка вот здесь как раз наиболее интересные позиции особенно это касается наверное бюджета все-таки потому что дело в том что дорогие технологии доступны не каждой уэм конторе а вот бюджет как бы доступен всем поэтому если мы смотрим как начинающих поскольку нас легбез значит как бы люди о чем начинающих если мы смотрим на какой-либо бренд посмотрите в первую очередь на те конторы которые делают для россии их там ну хватает принципе немало что-то лучше что-то хуже говорить сейчас бесполезно как бы все вот эти моменты мы обсудим позже в других выпусках будем говорить про материалы будем говорить и про строя более детально ну собственно говоря как достигается цена коротко я рассказывал в следующий раз будем рассказывать о чем ну наверное давайте поговорим о строе очень интересная тема потому что это следующий вопрос любого чайника все на этом заканчиваю мне уже машет время и стекло до следующих встреч надеюсь вам понравится всего доброго всем пока а